Привет, я Даша, это влог. Я запыхавшаяся, красная, наверное, вспадевшая. Потому что я сейчас спускалась без этого этажа. И, собственно, этому посвящен влог. Я выключила день рождения велосипед. И сейчас впервые поеду на нем на работу. Вот он. Пожелайте мне удачи. Вернусь, все расскажу. Вернусь, все расскажите. Переропыт был печальным. Очень. Я лет с 15-14 не ездила на велосипедах. В пятницу мне подарили. В субботу-воскресенье я тренировалась. Спортивной обуви, спортивной одежде. И ловила вот этот несбываемый кайф. У меня прямо напротив подъезда стадион. И я по кругу там наяривала. И прямо часами, пока моя опа, не сказала. Э, хозяйка, ты че? Я устала. И в понедельник я спустила велосипед вниз. Причем я была так самонадеянна, что он делал по салапке. Ну, на работу же еду, на пикник. И вот, что я хочу сказать. Если плохому танцору мешают ноги, то плохому велосипедисту обувь. Я не смогла с первого раза сразу поставить ногу, удивительно, на педаль. Очень обувь этому не способствовала, сопротивлялась. И я судом, но все-таки поехала. И усугублялась ситуация в тот момент, что я законопослушный гражданин. И не проезжаю по пешеходному переходу, а слаживаю спид и прохожу пешком. Как это и надо делать. То есть каждый раз после пешеходного перехода мне в моей дурацкой, неудобной обуви, надо было мучиться с педалью и пытаться оседлать. Иногда получалось сразу, иногда нет. Иногда получалось, но ногу оставила неудобно. Допустим, половина стопы оставалась где-то снаружи, половина на педали. Это было некомфортно. Но я не могла в процессе езды переставить ногу, потому что был очень высокий риск, свалиться просто тупо. А с весом по себе утомительно, что надо слазать перед каждым пешеходным переходом. Тут еще есть один момент, 30 градусов жары, и я словила солнечный удар, потому что я ехала по самому солнцу. Но это ерунда. Самое главное было, это то, что я поехала не короткой дорогой, а центральной, потому что короткая дорога там, если там уста тротуара, если тут два человека, и один из них мне не уступит дорогу, то я просто не смогу их объехать. Поэтому я вдруг поехала по центральной дороге, где тротуар гораздо-гораздо шире. Оказывается, центральная дорога у нас идет на подъем, как в гору. Пешеходам я этого никогда не ощущала. Но когда стала велосипедистом, почувствовала очень остро. Это было очень сложное. Это уже кое-как крутило педали. Счастье было в том, что периодически был скат, и во время вот этих эпизодов я немножко отдыхала, но их было мало. И на работу я в итоге приехала вообще в очень печальном состоянии, утомленная солнцем, утомленная ездой, совершенно выдохшаяся. Потом у меня случилось преутомление на следующий день. И это было очень печально. В итоге получается, что я шесть остановок, поехала за 45 минут. Ну, со временем это все ерунда. Меня печалил тот факт, что мне это взялось сложно. Я этого не ожидала. Это был для меня сюрпризом. И это меня здорово... Я приуныла. Мама, узнав о моих заключениях, привезла мне кроссы и кепку, чтобы хотя бы обратную не облегчить. Ее все равно было. Она была в город, и она мне заодно завезла. Вы не представляете, как здорово ехать на велосипеде в кроссовках, а не в слабках. Просто вообще здорово. Я поехала коротким путьем, как надо было сделать с самого начала. И там дорога ровная, она не в гору, и в пуск просто ровная. И все равно я в итоге доехала до дома тяжело дыша, очень-очень устав, просто вползла в квартиру, собрав остатки просто сил. последний совершенно, включила вентилятор, увалилась на диван, и на два часа пыталась себе прийти. Потому что вот минут за десять до дома, будем измерять во времени, потому что в пространстве я очень сложно... стало внезапно почему-то совершенно сложно крутить педали. То есть прям конкретно приходилось прилагать массу усилий для того, чтобы велосипед двигался, хотя я не в гору ехала нормально. Причина этого вышла в следующее утро. То есть первый опыт у меня был вообще неудачным, но тем не менее я стала бояться пути на работу, на велосипеде именно. Поэтому, когда на следующее утро я попыталась поехать, и обнаружила, что у него просто в нуле, ну, что спустилось заднее колесо, этим... и объяснилось то, что мне было трудно его везти домой, и ехать до него вчера, за день до того. Я просто обрадовалась этому. Завела его обратно, и поехала на автобусе, от чего испытала просто блаженство. Надо же, никаких усилий не надо. Дошла от остановки, села, заплатила контролёру, и поехала. И, кстати, дорога на автобусе занимает в два раза меньше времени. чем на велосипеде. Но для меня как бы время неважно, мне не слабо быть пораньше из дома. Велосипед это полезно для здоровья, вещи и экономия на проезде. Кстати, по поводу экономии. Почти анекдот вышел, потому что в первый день, когда я поехала на нём на работу, я была, так как я выдохлась, я, конечно, очень хотела пить 45 минут, пожалею ехать. Это, конечно, не дар судьбы. Я пошла в буфет, купила себе банку холодного чая, бутылку холодного чая за 53 рубля. Проезд туда и обратно у нас 32 рубля в сумме получается. То есть я не сэкономила, а даже приплатила. Вот таким был первый опыт. Более того, на следующий день, после первой поездки, когда я в дружбу посетила шина, позже шина была накачанная. И на следующий день после этого я снова попыталась поехать, и она опять спустилась за ночь. Как вообще, что происходит? Так что вот. Поэтому и сегодня я на нём не ездила, и завтра не буду. А вот в понедельник, наверное, опять понедельник. Вот так вот всё прошло. Если у вас есть что мне посоветовать, у кого большой опыт езды по городу, то, пожалуйста, я буду рада почитать. И если вы хотите услышать, как сложилось у меня, сложились у меня отношения с моим велосипедом в дальнейшем, ну, скажем, через пару недель, всё-таки тренировка имеет своё. То есть впервые я так долго ехала по городу с препятствиями, то есть эти пешеходные переходы, сатуары, съезды, въезды, для колясок детских. То есть я же к этому не была физически готова. Может, я ещё вовсе я слишком затянула. Если вы хотите услышать наладить ли у меня отношения с велосипедом, то следуйте об этом в свои комментарии. Через пару недель я сниму такое видео. Ну, если нет, ну, нету суда. Нет, и под конец своего видео я в тему, в кое-то вещи хочу пожелать вам, чтобы ваши ожидания всегда совпадали с реальностью. пока!